всем привет с вами кекс и сегодня делаю очень нужную для кондитера вещь я делаю ленты съедобные они похожи на атласные ленты очень красивые в украшении тортика я думаю они вам обязательно пригодятся плюс том что их можно кушать в том что не нужно снимать ничего то есть многие обычными ленточками делают тортик но зачем это нужно если можно сделать съедобную ленту рецепт реально очень прост на каждые 10 грамм шоколада нужно 25 миллилитров воды 10 грамм желатина и пол чайной ложки глицерина ну и кандурин крахмал по надобности для начала нужно замочить желатин в воде комнатной температуры вода желательно должна быть кипяченая и оставляем желатин на бухнуть нам минут может 10 15 чтобы он хорошенько впитал в себя всю влагу тем временем я как раз отвешиваю шоколад лучше использовать конечно глицерин кондитерский но в принципе можно обойтись и аптечным его концентрация будет настолько мала что он в принципе ни на что не влияет в организме в многих рецептах используется именно самый простой обычный глицерин но если у вас есть возможность либо есть наличие обязательно используйте более очищенный кондитерский я поставила свой желатин разогреваться в микроволновую печь можно это сделать на паровой бане кому как более будет удобно просто для того чтобы он хорошенько растворился и все кристаллики у нас хорошо разошлись сейчас он видите еще у меня вот такой вот сухой и вот он уже у меня жидкий нужно его хорошенько прогреть но не доводить до кипения конечно же иначе желатин теряет свои свойства в горячий желатин я вкидываю шоколад здесь у меня будет шоколадная глазурь а не шоколад но можно как шоколад так и глазурь использовать здесь здесь не принципиально и добавляю сюда глицерин глицерин придаст более пластичности и такой я не знаю чтобы оно не пересыхало в общем и размешиваю до растворения шоколада горячей массе шоколад здесь придает такую более стабильность не прозрачность и все знают что кандурин именно на шоколаде смотрится безумно красиво любой золотой серебряный неважно он смотрится именно на шоколаде очень красиво поэтому если ленту мы делаем шоколадную соответственно на ней будет очень красиво смотреться кондурин он будет смотреться реально как атласная лента очень красиво переливаться и блики будут ну просто сумасшедшие теперь я буду использовать самый обычный фалик если у вас есть бордюрная лента либо папка вот это которая чуть-чуть плотнее чем файлик то можно использовать ее наливая небольшое количество своей массы и распределяю кисточкой делаю это довольно быстро потому что масса очень быстро схватывается смотрю чтобы не было прям таких проплешин то есть ну дырочек чтобы ничего такого не было в принципе масса крепкая снимается потом хорошо но чтобы была она чуть-чуть по плотнее что ли намазываю вот так вот вещь довольно экономная то есть на торт ее хватает очень хорошо если вы будете использовать именно вокруг тортика лучше делайте ее сплошную не делайте ее из кусочков потому что она имеет свойство немножечко уменьшаться со временем то есть если вам торт отдавать сегодня а будут кушать его завтра лучше если вы эту ленту сделаете с запасом где-то хотя бы на сантиметр и допустим если вы будете ее клеить спереди под бантом либо сзади то клейте немножечко внахлёст где-то хотя бы на сантиметр потому что она слегка уменьшается я думаю эта информация вам будет очень важно оставляю либо при комнатной температуре минут на 15 либо в холодильник минут на 5 масса сохнет очень быстро она схватывается реально ну за минуты смотрите что получилось она уже у меня схватилась ее довольно просто отцепить от такой вот ну от файлика от пленочки очень просто я взяла с одной стороны припылила крахмала потому что желатин как бы он липкий поэтому чтобы ничего не прилипало а буду красить кандурином я с другой стороны которая у меня к фалику которая более гладкая получилось если вам нужно чтобы лента была с двух сторон блестящая с этой стороны вы не припыляете а тоже делаете ее кандурином струшиваю лишний кахмал и смотрите теперь как она отходит очень просто просто снимается вот такая вот блестящая лента она очень легкая очень мягкая и довольно липкая можно пальчиком потрогать мне хорошо пристанет кандурин кандурин у меня здесь синего цвета у меня вы видели тортик был синий и соответственно кандурин мне нужен тоже синим и просто кисточкой я растираю и втираю кандурин в эту ленту в конце я еще немножечко пройдусь пальчиком как бы отшлифовав что ли кандурин и тогда он будет более блестящим и однородно смотреться на нашей ленте он в принципе так уже очень красиво и блестяще смотрится но после того как мы пройдемся пальчиком будет намного лучше просто обычным пальчиком чик-чик и все по всей поверхности проходимся как бы втирается так кандурин смотрите как он становится переливаться из-за того что фалик у меня здесь был не совсем ровный вы видите немножечко изгибы на моей ленте поэтому лучше использовать более ровную поверхность можно обрезать либо ножничками неровную поверхность которая у вас сбоку либо ножом как вам будет нужная вы видите вон скосила теперь возьму просто нож ровный мне так будет удобнее сделать ровный срез отрезается она довольно просто и вот такая вот красивенная лента у меня получается если лучше всего делать это именно уже перед украшением делается очень быстро поэтому проблем не составит но если вы делаете заранее могут ленты немножечко подсохнуть поэтому с обратной стороны слегка можно их увлажнить и тогда они становятся обратно пластичными посмотрите какая красивая блестящая атласная лента получилось на тортик лучше цеплять на шоколад не на влагу не на глазурь а лучше цеплять на шоколад я надеюсь что я все рассказала что могла про эти ленты если вдруг кому что непонятно обязательно спрашивайте в комментариях обязательно всем отвечу отпишусь надеюсь вам нужен был такой рецепт а с вами был кекс до новых встреч пока 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 Продолжение следует...